Здравствуйте! Сегодня я буду делать лепёшки на кефире с начинкой, с мясным фаршем. Для этого я просеяла 1 кг муки. В кислое молоко можно заменить кефиром. Отправляю 1 чайную ложку соды, 2 чайные ложки соли. Перемешиваю. И выливаю в муку. Сначала перемешиваю вилкой. Ещё соль плохо растворилась, но она вымесится. Здесь я добавила немножко муки на подпыл. И на тот случай, если не хватит. Сейчас тесто хорошенько вымесим. Дадим ему немножко отдохнуть. И примемся делать наш фарш для лепёшек. Фарш можно для таких лепёшек делать любой. Можно мясной фарш, картофель сырой, картофель отварной, творог, сыр, яйца с зеленью, тыква, яблоки. У кого что есть. Вот мы тесто наше вымесили. Всю муку вмесили. Теперь на столе ещё немножко кистью руки подмесим. Подмесим, чтобы распределить все соду, соль по всему тесту. Теперь обратно в эту миску наше тесто отправляем. Накроем его или полотенцем, или плёнкой. И дадим ему постоять полчасика. Тем временем приготовим начинку. Друзья, мясо я нарезаю, у нас говядина сегодня, мясо подойдёт любое, и баранина, и свинина, и грудка куриная, какое кому нравится, нарезаю на такие вот ленточки. И сейчас мы пропустим его через мясорубку. Так как говядина постная, я добавлю ещё немножко жира, чтобы наши коршки были, наш марш был сочный. Ещё немножко добавим лука, сколько кому нравится, 3, 4, 5 лука. Наш фарш мы пропустили, немножко жира, немножко говядины и лука. Теперь я посолю по вкусу, поперчу. Чёрный молотый перчик, тоже по вкусу. И сейчас перемешаем. Для сочности я добавляю немножко воды. Хорошенько всё перемешаю, и можем приступать к приготовлению лепёшек. Тесто наше уже отдохнуло, фарш у нас уже готов. Так что приступаем. Ну вот, друзья, тесто наше отдохнуло, фарш у нас готов. И поделим сейчас на такие шарики, и примемся делать наши лепёшечки. Ну, примерно не очень большие такие. Ещё чуть-чуть. Вот мы делаем вот такие вот шарики. Получилось у нас примерно 10 коржиков. Сейчас я их все вот так вымешу, и буду делать наши лепёшечки. Вот мы берём наши лепёшки и раскатываем. Космос, не боюй. Я вам не сказала, я уже сковородку поставила на плиту. Смазала первую сковородку растительным маслом. И сейчас будем делать лепёшки. Вот беру фарш, распределяю. Ну, примерно одна такая хорошая ложка у меня получается на одну лепёшечку. Распределяю наполовинку. Но краешки, чтобы были без мяса, чтобы потом они не расклеивались. И защипываю. Сделаю сейчас ещё одну и отправим на сковородку. Вот ещё одна лепёшечка у нас готова. Сковородка уже разогрелась. Вот. И будем выпекать. Можно ещё распределить вот так вот фарш, чтобы не было пустого места. Ещё бы и вот эту тоже. И идём на сковородочку. Я капнула немножко растительного масла на первую сковородку. Сковородка разогрелась. А следующую уже будешь без жира, да? А следующую уже без жира. Потому что здесь сковородка с антипригарным покрытием. Всё. Обжариваем с одной стороны и затем будем с другой. И будем сейчас делать следующую пару. Так же. Лепёшечки подрумянились. Переворачиваем их. И сразу же смазываем сливочным маслом, пока они горяченькие. И ждём, пока обжарятся с другой стороны. Вот наши лепёшечки подрумянились. Мы их складываем на блюдо. И так же смазываем сливочным маслом. Сковородку сейчас мы протрём салфеткой. И уже на сухую отправим следующие лепёшечки. Протираем сковородку. И отправляем следующие наши лепёшечки. И так выпекаем все на среднем огне. Ну вот, друзья. Последняя парочка наших лепёшек. Смазываю также их сливочным маслом. И складываю. Всё. Будем сейчас пробовать. Ну вот, друзья. Получилось у нас 10 лепёшек с мясом. Лепёшки были на кефире. Жарили мы их на сухой сковородке. Смазали сливочным маслом. Обжаривали по минут 5-7 с каждой стороны. Сейчас будем пробовать. Та шо ты режешь? Кусай, целуй. Так экзотичнее будет. Я же хочу показать разрез. Откусила ты и показала раскус. Вот, друзья, смотрите. Начинки достаточно. Мясо прожарилось. Сейчас будем пробовать. А потом скажи, прожарилось или нет. Вкуснятина. Прожарилось мясо. Вот теперь можно говорить, а не сразу наперёд. Ну, оно красное. Было бы розовое, если бы не прожарилось. Нет. Ну... Ещё, друзья. Вот жарим мы такие лепёшки. У нас называют коржи на кислому молоти. Вот. А вот, может, в каких-то других национальностях как-то называются эти лепёшки. Может, по-другому. У нас коржи. А пекут ли у вас такие лепёшки? И как они называются? Если пекут, то напишите название. Будем очень благодарны. До свидания. Всего хорошего. Да, по мне, это большие пирожки. Да? Да. Пока!